Село Коктаж в Баткенской области находится вблизи кыргызско-таджикской госгранице. Из-за этого здесь периодически происходят конфликтные ситуации. Главу села Разию Осорову местные жители называют своим пограничником. Село находится под присмотром женщины уже 20 лет. На этой земле выросли наши предки. Я не могу ее оставить, потому что так и оставлю дух своих родных. Поэтому я никогда не думала отсюда уезжать. Здесь также растут наши дети и внуки. Единственное, сердца наших матерей болят из-за событий, которые происходят на границе. Мир на родной земле – это то, о чем мечтает Разия Осорова. Поэтому она старается, чтобы любые мелкие конфликты разрешались оперативно. В советское время за трудовые заслуги глава села получила орден Ленина. А два года назад – от Кыргызской республики. Медаль Данг. Да, у меня много наград за трудовую деятельность, начиная с Советского Союза и в настоящее время. Но все это благодаря поддержке нашего народа. Арзу Голымбетова накрывает праздничный стол. Никто не догадается, что эта хрупкая девушка – журналист, которая освещает все события на госгранице. И даже во время серьезных приграничных столкновений в прошлом году она находилась на передовой. Каждому журналисту важна личная безопасность. Но из-за того, что мы много лет живем в приграничном селе, мы научились защищать себя и при этом выполнять свои служебные обязанности. Сегодня очень важно не проигрывать информационную войну. Зайна Бейши Кеева известна кыргызстанцам как один из лучших специалистов в секторе овцеводства. Многие знания она получила от своего отца, который работал чабаном. Так и Зайна Бейши Кеева с молодых лет начала заниматься разведением танкорумной породы овец. За честный труд она дважды избиралась депутатом Верховного Совета СССР. Моя деятельность в парламенте была разнообразной. Я была делегатом 22-го съезда депутатов Верховного Совета. От имени кыргызского народа, как выходец из простой семьи, была членом комитета КПСС на 28-м съезде. Сейчас в планах Зайны Бейши Кеевой продолжать развивать танкорумную породу овец. В этом году она ожидает в стадии хороший приплод. Женщина уверена, что наступит время, когда развитию танкорумного овцеводства будет уделяться внимание на правительственном уровне. Зайна Бейши Кеева говорит, что для нее самое главное – это признание народа.